Всем форфер, продолжаем наше прохождение Ведьмака. Так, я же хотела кое-что по настройкам посмотреть. Звук. Семь. Музыка, боевка меня вполне устраивает. Остальное... Чуть-чуть можно поставить громкость диалогов. Так, я решила немножко по другой тропе. У нас, естественно, здесь все закрылось, потому что я не сохранилась. И сохранение последнее было почему-то только здесь. Вот. Кстати, здесь пещера. И мы от нее как раз попадем туда, куда нам надо. Хорошо, что я оттуда побежала. Потом открою тоже вне серии все остальное. Похоже, здесь вход в пещеру. Ой, ёпарус это. Иди нахрен. Блин, почему у меня эта хрень не работает, мне интересно. Ой, здесь этих штук много. Так. Я побежала в них ту сторону. Костер, пещера. Меня сбила эта хрень, да, получается? А я могу как-то оббежать? Дед. Костер, лесорубы. О! Давайте с ними поболтаем. О, соскочил такой. Так. Я так понимаю, с тобой надо поболтать. Давай. Кто ты? Геральт, ведьмак, друг. Это мы еще посмотрим. А я с кем имею честь разговаривать? Лойза. Я говорю от имени дровосеков. Я бы хотел поговорить. Продолжай. У вас есть работа для ведьмака? Несмотря на все опасности, мы справляемся. И звери оставили нас в покое. Значит, ничего? Ну, может быть, работа для того, кто умеет рисковать? Слушаю тебя внимательно. Сейчас на болоте должно цвести растение двустрел. Это редкое растение, и у него как раз начинается период цветения. Я так понимаю, это ценное растение. Само растение не особо, а вот наркотики, которые из него делают. Если сможешь собрать цветы на болоте, мы оба подзаработаем. Я буду ползать по грязи и сражаться с монстрами, а прибыль мы поделим пополам? Ты не знаешь, как выглядит двустрел, и кому его можно продать? А я знаю. Ладно, поиграю. Возможно, нам самим пригодится. Прекрасно. Цветки двустрела похожи на цветы мальвы. Они растут редкими пучками по всему болоту. Продать их можно паромщику на пристани. Если не сможешь ничего найти, спроси ребят, которые живут на болоте. Может, у них со зрением получше, чем у тебя? Ладно, отнесу эти цветы паромщику, как только их найду. Ну, нам... Я так понимаю, те красные растения, которые мы видели, скорее всего, это оно и есть. У меня такое подозрение есть. И мы опять не в ту сторону. Геральт, блин, нам вон туда надо. И там какой-то очередной дольмен. Ну, как дольмен. Обелиск. Так, я так понимаю, нам по квесту должны дать какую-то хрень. Которую мы сюда сможем складывать, пройдясь про всем обелиском этим. Да, как-то туда надо. Вон туда бы еще хотел сказать. Ну, ладно, давайте с дедушкой закончим квест. Ух ты ж, их там как много. Я бы предпочла немножечко их обойти. Слишком их там много. Вместо силы. Что ты изображающая трех женщин? Что ты это мне напоминает? Вот мы и пришли. Спасибо тебе, сынок. Я не твой сынок. Нравишься ты мне. Заходи как-нибудь ко мне в гости, сынок. Покажу тебе свои книги. Угощу тебя гуляшом. Чайку попьем. Ты ведьмак, да? Недавно я встретился на болотах с одним ведьмаком. Хорошим манером его явно никто не учил. Ему нужен был круг стихий. Ты встречался с другим ведьмаком? С этого места поподробнее. Сынок, его звали Берингар. Он интересовался разрушенной башней. И выглядел так, как если бы, прошу прощения, у него был недельный запор. Наверное, это неправильное питание. Меня не интересует его проблема с желудком. Я знаю, сынок, но он боялся. Он почти все время провел около ям, где эти идиоты купаются в глине, как кроты. Больше ничего не знаю. Спасибо, дедушка. Ты мне помог. Так, во-первых, вместо силы... Ну, оттайся. О, нет. Алтарь. А что я вместо силы не могу? Ну, похоже, только с этой. Ой-ой-ой. Пошли на дорогу. Здесь с вами проще сражаться. Почему меня... Я не могу... О чем вообще с... Ты вообще что за чудище, блин? Пиарко. Так. У меня не тот птик включеный. Так, что я люблю. Если ночью. $0. $0. $0. $енной. Вот ты ж, гадина, отравила нас. Ничего не понятно, но очень интересно. А, во. Теперь могу собрать страну. Чё было? Так, Алталь, Пиявка, Обелиск, Черемица. О, наконец-то! Так, мы до конца это делать не будем. Давайте, наверное... Так, чё это двустрел? Давайте сохранимся ещё. Чтобы опять не попасть в просак. Так. Как мне лучше туда попасть? А, смотрите, через дедушку. Через дедушку. Иди нафиг, крыль собачья. Блин, почему у меня не работает... Пятёрка же вроде сейчас сек. Так, настройки, управление... Игни, четвёрка. Угу. Игни, четвёрка. Ой! А вы откуда взялись? Ребята. Угу. Почему я думала, что у меня... Вроде пятёрка была. Хрен его знает. Кстати, мы четыре языка уже набрали. Мы можем потом тоже задание сдать. Кому-то нужно было четыре именно языка. Ну чё, Геральд, давай. Хилься быстрее. Так, мы даже, наверное, можем что-то съесть. У нас есть черника. Так, чуть-чуть подхилилась. А ты скотина? Да... Далеко стреляет скотина. Куда ты убираешь? Ну? Далеко стреляет скотина. Так. Вообще, я же... Сохранила чуть позже, но ладно. Куда ты не сошел или не сошел? Ну? Веральд, ну не ты, пожалуйста. так что посмотрим куда нам бежать я не буду тогда драться с этой херней нам нужно через дом дедушки там в принципе мы можем так вот на пролом пробежать да мы можем так на пролом пробежать давайте это и сделаем я не буду с тобой драться чудила ты мне не для тебя просто так я этот обелиск читала все равно давайте на всякий случай отметим на карте топцы и бочка ласточки на гвозду курица вот опять это чё за брейк-данс лягушки брейк-данс лягушки реально брейк-данс так мы же получается у дедушки были а нет у нас книжки то нету сломанная брошь у нас книжки нету нам придется до дедушки бежать еще я с тобой драться не буду даже не надейся штука вдруг а не поняла а где книжка странно чего тебе сынок просто хочу осмотреться ну как хочешь опять и есть хочется обглотанные человеческие кости и мозг на блюде я сейчас тошнит дедушку льда дедушка льда е а да это мой дом а этот череп и мозг на столе человече да мясо да на тарелке и в чашке верно но прежде чем эмоционально реагировать выслушай мои оправдания какие могут быть оправдание у каннибала ты бледен кушать хочешь расскажи мне про башню мага а почему тебя интересует это старое строение я хочу проникнуть внутрь чистолюбивая цель но чистолюбие спасибо дедушка так интересно получится у что гроза будет сынок и говоришь без больше я ничего не знаю я стар ничего не помню да да было так давно ты помнишь времена когда маг был жив ты силен окружен светом славы ты знал победы и любовь основы твои крепкие у тебя есть принципы разум и душа не хуже хоть ты и мутант давай проверим твой разум и понимание у тебя не все дома дедушка это точно ты бледен кушать не хочу почему ты ешь человечину мне нравится на вкус как цыпленок и для здоровья полезно фунт человечный это как хватит спасибо сам спросил подчеркиваю что я соблюдаю правила например я никогда не ем детей да уж благородство не надо сарказма иногда я кушаю друида кирпичника и лесоруба особенно люблю эльфяти но это мясо ароматные словно пропитана кореньями а краснолюды жилистые и жесткое мясо по правде говоря я только один раз попробовал и я не уверен что это был краснолюд я за это мясо с утопцем подрался мне достался кровавый шмат который узнать уже невозможно было достаточно как хочешь больше ничего не скажу и не заслуживай жизни а я как раз профессиональный убийца монстров вот так так всегда можно убить меня но от меня больше проку пока я жив я многое знаю и изучил это болото вдоль и поперек я уверен что я тебе еще пригожусь так я тебе и поверил ты сбежишь как только я уйду я слишком стар чтобы снова пускаться в бега я тебя не обманул ты пришел на болото с важной целью тебе важнее и достичь чем убить старого людоеда знай я храню ответы на многие загадки ладно живи пока мест твой выбор пригодится знак доброй воли я дарю тебе этот рецепт снадобья эта информация может тебе пригодится тебе или мне геральт яд повешенного смазывание лезвия меча ну пригодился дедушка окей а где мне теперь книжку взять книжку то у нас тю тю ты бледен нет не хочу пока так ладно дедушка покажи и надеюсь ты нас не обманешь давайте сохранимся так и нам нужно сбегать вот сюда еще до сих пор и до сих пор нам туда и нужно бежать я же говорила это хрень и есть двустрел и где ты ну нам нужно на карте отметить и и и и и и и и старинки понажимаю чуть-чуть так нужно пойти к зигвриду за вознаграждение давайте все-таки откроем где башня брен тут еще это плевающаяся штука сюда идите где останки там блин двустрел огольчатый мертв кто опять биверна да ты геральт твою налево хочу здесь верно водится стопы какого хрена так мы считали неизвестный эликсир так поешь пока сейчас я восстановлюсь и вернусь так немножечко отхилились нам сейчас главное просто добежать до башни так дедушка дедушка мы теперь с тобой здесь не сможем тот диалог вернуть блин очень жаль дедушка подожди кто то берешь да мы смотрели конечно опасно заходить когда у хп что еще даже нет блин придумала да так давайте посмотрим куда мы можем сейчас пробежать руины не обрушилась само по себе полу то не лучшее место подобных строений геральт номер не получает вещей и так долго восстанавливаешься блин здесь скотина меня это бесит вы прикалываетесь и 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 Что за звуки еще? Геральт, живи! Ааа, блин! Ты бесишь, Геральт! Сука! Ждем, пока восстановится хп-шка Фесенды, разрушенная башня, тут еще что-то есть Это дурдом какой-то Встанки буду стрела бы побольше набрать, я думаю, он, возможно, нам понадобится потом Ой, а там еще какая-то хрень Кто с кем там дерется, непонятно Вон там вот Честно, непонятно, кто это Да, Геральт, молодец, конечно, получай А эти хрени жесткие, слушайте, этот трындец Короче, сюда еще рано Эти хрени жесткие, не знаю как Так Так, я с дедом... я сохранялась, когда я с дедом поговорила? Ты бледен Заткнись, сукин ты сын Окей, я поняла Двустрел мы так Не получили Не получили Сейчас получим И пойдем Бабки Так Фу-фу, не туда что ли? Вон И где мои останки? Вот как они там оказались, мне интересно Ладно, не будем мы брать никакие дополнительные эти Я поняла Ну эти растения это вообще жесть просто полная Куда нас это приведет дорога? Ну давайте Давайте Блин, ну я уже за километра три От него была, почему я урон получаю? Урон получаю За черемицей пошла я, угу 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 Завтрали если честно Кто там опять? Геральт! Не беси меня, пожалуйста! Верни мне! Верни мне! Ах, Геральт, Геральт! О, там еще один пишет! Да, на болотах весело! Я вам скажу! Даже толком полутать не дают! Это я называется, просто хотела посмотреть, что здесь есть! Ахаха! 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 Понятно! Вроде на контрол нажала, возможно, на шифт! Поэтому не... Так... Белая девочка... Утопцы... Пошли к кваске! Может она дома? Да, она дома! Хочешь спросить о чем-нибудь, беловолосый? Я избавился от утопцев! Ты проявил к нам милосердие, а я тебя обманула! У меня нет денег, чтобы заплатить тебе! Но я не хочу, чтобы ты ушел без вознаграждения! Возьми этот амулет! Это хесет! Символ милосердия! Сойдет! Будь благословен! Теперь мы сможем подготовиться к приходу владык! А кто эти владыки? Водные владыки имеют большую силу! Мы поклоняемся им, а взамен получаем милость тех, кто приходит из вечных глубин! А что шутопцы-то тогда делают? Все, что приходит в голову, это рыболюди водяные! Как ты смеешь использовать язык богохульства, когда говоришь о водных владыках? Эти имена оскорбляют владык! Владыке вот уже близко! Я бы хотел что-то узнать о башне на болотах! Откуда мужик взялся? Разрезаешь покров тайны! Тот, кого зовут дедушкой, удовлетворит твое любопытство! Я же буду хранить молчание, пока не придет назначенный срок Жить на болотах должно быть ужасно скучно Откуда мужик взялся? Его там не было! Не на что жаловаться Целый день мы трудимся по вечерам, слушаем легенды, играем в кости Надо нам сыграть как-нибудь Владыке вот уже близко! Давай обсудим работу Ты должен помочь Один из наших детей пропал Этот мальчик путался у всех под ногами За тобой тоже бегал, но всегда возвращался до сегодняшнего дня Может быть его съели водяные твари? Богохульство! Наверняка его забрали друиды Они превращают детей в дриад Ладно, я поищу мальчика Кирпичник, то че здесь? Ааа, понятно Они тут, короче... Ааа, смотрите, во Геральт, посмотри сюда Делать нечего Стань бы рядом с бабушкой Лишь глупцы глумятся над водными владыками и хотят жить в сухих землях Когда придет срок Рыбы пожрут глупцов Все Фотосессия закончена Нам надо найти мальчика Нам надо найти мальчика Ты че-нибудь рассказываешь новенькой? О чем еще хочешь поговорить? Прощай Нет, не расскажет Ба-ба-ба Так, мы это читали Давайте-ка Все лишнее уберем Все лишнее уберем Ах ты, ладно Так, она нам дала какой-то амулет А где? А Книжка появилась Вдруг Вот амулет слушайте обелиски может быть обелиски так называются что у нас там еще есть мальхуд по моему мальхуд мы видели для о чем это говорит о том что скорее всего нам это сюда ложить нужно так я знаете что предлагаю я предлагаю вернуться нам в город пока наверное или все-таки поискать мальчишку так показать на карте так нам как-то вот туда надо да так сейчас геральт мы пойдем на пролом с тобой если нас пустит у у у у Продолжение следует... Продолжение следует... Что это за звук был? Продолжение следует... 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 Если ты доставишь письмо краснолюду Ивальди, а затем вернёшься сюда с его ответом. Согласен. Я всё равно направлялся в Изиму. Благодарю тебя. Ещё нет, ну ладно. Так, подожди, чувак, ну... Что ж, хорошо. Что ты мне можешь рассказать об эльфах? За траву и кров меж дерев молись, За чужую кровь, сломанную жизнью. Я не понимаю. И за смерть от меча Помолись в лесу, За твою печаль, За свою слезу. Он точно из белок. Пока. Он точно из белок. Слушайте. Вот. К бабке не ходи. Так, сейчас. Слушайте, он здесь красиво. Неизвестные растения. Обелиск. Эй, аккуратней. Что ты, белый волк? Вау. Давайте поволтаем. Гвинблэйд. Гвинблэйд? Что это значит? Белый волк. Ты знаешь меня? Мы не встречались, но твоё имя идёт впереди тебя. Ты можешь знать обо мне больше, чем я сам. Я потерял память о своём прошлом. Наверное, это и к лучшему. Некоторых людей и некоторые события лучше забывать. Тем не менее, мне жаль тебя. Ты можешь мне помочь? Увы, нет. Я не знаю лекарств. Может быть, мои сёстры из Бракелона смогли бы помочь, но они далеко отсюда. Расскажи мне о вас. Бракелон – наш дом. Эйтне – наша госпожа. Мы живём в гармонии с лесом. Никто не знает наших путей сквозь Чищобу. Никто не знает лес так, как мы его знаем. Вы счастливы? Мы не отличаемся от людей в своих горестях и радостях, хотя конец наш близок. Война с людьми продолжается. Число наше сокращается, и граница Бракелона тоже. Что ты тут делаешь? Это секрет. Но могу сказать, что я использую возможность прийти в эту рощу, полную старых прекрасных деревьев. Расскажи мне про Бракелон. Бракелон – родной дом для Дриад. Дикий лес, нетронутый человеком. Правители окружающих стран хотят захватить лес, так что люди и Дриады постоянно сражаются на его границах. Не знаю, хоть какую-то прозрачную, что ли, на неё одежду одели. Ну, ты и сам найдёшь ответ, ведьмак. Сколько ещё сможем мы сопротивляться той грубой и бездумной силе, которая сделала людей хозяевами мира? Почему вы не можете договориться с людьми? С вами не бывает компромиссов. Вы считаете любые уступки проявлениями слабости и акты доброй воли ловушками. Вы никогда не сможете принять нашу инаковость. Никогда. Расскажи мне о вас. Бракелон – наш дом. Эйтне – наша госпожа. Мы живём в гармонии с лесом. Никто не знает наших путей сквозь Чищобу. Никто не знает лес так, как мы его знаем. Вы счастливы? Мы не отличаемся от людей в своих горестях и радостях, хотя конец наш близок. Так, ладно. Расскажи мне про Бракелон. Бракелон – родной дом для Дриад. Дикий лес, не тронутый человеком. Правители окружающих стран хотят захватить лес, так что люди и Дриады постоянно сражаются на его границах. Кто побеждает? Наши лучницы несравненны. Но ты и сам найдёшь ответ, ведьмак. Сколько ещё сможем мы сопротивляться той грубой и бездумной силе, которая сделала людей хозяевами мира? Так. И ушла. Ну ладно. Волк и кольчатый мирт круг нежеланной силы. Обелиск. А там уже волки злые, да, идут? Так, ну мы здесь ещё пока не со всеми поговорили. Я не полуношник. Возвращайся утром. А, вон что, да? Я не полуношник. Я не полуношник. Возвращайся утром. Короче, друиды со мной сейчас разговаривать не хотят. Старший друид. Давайте их этот обелиск посмотрим большой. О. Резко так всё поменялось. Вы выучили знак... О. Ирден магическую ловушку, замедляющую ваших противников. Опачки. Как же хорошо-то. Так. Ирден под каким знаком? Давайте сразу посмотрим. Не надо запомнить просто. Под тройкой. Так, у нас, значит, есть один, три, четыре. Угу. Окей. Так, вы не полуношники. Хорошо. В принципе, пока больше нечего, да? Ну, давайте... Ой. Давайте тоже помедитируем, что ли. До утра. И поболтаем с этими чуваками. Ну, можно заодно посмотреть так. Нет, ничего. Так, ласточка, ласточка. Так, до заката, до рассвета. Давайте до рассвета. Нам нужно поболтать с этими друидами. В чем дело? Дело? Я ищу мальчика, который пропал из деревни Кирпичников. Я молодежи в округе не видел. Кирпичники говорят, что вы похищаете детей и превращаете их в Дриад. Ты что, сдурел? Сюда принимают только взрослых, но даже из них немногие могут следовать нашим путем. Так что Иерофант должен искать новых кандидатов. Дети были бы нам только у Бузой. А что касается Дриад, у них и спроси. Я собираю сведения о башне мага. Она стара и давно позабыта. Но внутри есть сила. Да. Увы, внутрь никак нельзя проникнуть. Никто не пробовал? Многие. Но обычные воры и маги, жадные до знаний, не знают, как открыть двери башни. А ты знаешь? Во время странствий по болотам ты должен был видеть старые камни, покрытые странными символами. Это узлы потоков могучей энергии. Давным-давно мы заметили, что эти потоки пересекаются в странном месте. В башне? Ха! Если ты такой любопытный, проверь сам. Это бесценная информация. Благодарю тебя. Старые тайны лучше не трогать. Башня проклята. Не знаешь, где я могу добыть копию старинного алхимического трактата Айнс Софаур? Он у нас есть. Что можно легко найти на болотах. Но спроси у этого безумца дедушки. Он подбирает все, что находит. Может быть, он нашел и эту книгу. Я проверю. Подожди, мы... Так. В чем день? Я собираюсь сведеть. Она ста. Никто не пробовал. Мно. А ты знаешь? Вовремя. Башни? Ха! Это бесста. Не знаю. Ма. Я про... Так, ладно. Я должен поговорить с Дриадой. Дриада. Дриаду. Я ищу мальчика из деревни Кирпичников. Они утверждают, что друиды захватили его, чтобы превратить в Дриаду. Только девочки могут стать Дриадами. Среди нас нет ни мальчиков, ни мужчин. Я знаю, что это чушь. Но нужно было убедиться. Я бы тебе с удовольствием показала, откуда берутся Дриады, но... Да. Я хочу остаться верной традициям Бракелуна. Когда мы, Дриады, принимаем мужчину, это делается только для продолжения рода. И мы не выбираем любого, только сильного и выносливого. Мы должны быть уверены, что девочки, которые родятся от его семени, унаследуют его силу. Я ведьмак. Нас можно обвинять во многих вещах, но только не в отсутствии физической силы и выносливости. Я верю тебе. Но давай будем следовать ритуалу. В древние времена мужчина должен был проявить себя как охотник. Принеси мне волчью шкуру. Хорошо. Я вернусь с волчьей шкурой. Хорошо. Мы вернемся с волчьей шкурой. Давайте поговорим со старцем. Ну, старшим, точнее. Так, это как раз он и есть. Чего тебе, путник? Разве это не виверны? Виверны. Невероятно. А как же вы их покорили? Приручили ведьмак. Тяжким трудом, несомненно. Можно договориться с любым животным. Поверь, они не принимают зелья, и крылья у них не подрезаны. Сам посмотри. А несчастные случаи? Ни одного, кроме того идиота, который попытался почистить виверным зубы. Понятно. У тебя есть еще вопросы? Давай посмотрим, что ты продаешь. Книга полностью посвящена растению... Так. Посвящена растениям, применяющимся в различных обрядах. Четыреста... Гербари... повышает максимальный уровень энергии тоже неплохо так крепкое спиртное это мы покупаем крепкое спиртное это мы покупаем а мы все вот это им тоже если что можем продавать но пока у нас этого всего мало мы это естественно продавать не будем вместе с собачьей петрушки оконит это типа этого яда насколько я помню и так черемицу мы соберем мы это все потом продавать можем так волки а Так, я опять не переключилась на этот. Друиды, а вы лечить не умеете? Очень жаль. Так. Так, волчья шкура. А сколько ей надо волчьей шкуры? Так, не то, не то. Секрет цветы и золото. Секрет цветы и золото. Так. Так, заблудшил овца. Нет. А где я? Сколько я должна этой принести? Ну давайте еще и с этим разберемся. Может быть тут три было, а может быть как раз три надо. Та-ка-палка Ну? Ну? Чё, всё? Да, видимо, собрали. Три штуки! Игольчатый мир, игольчатый мир... Дриада! Я несу тебе шкуру. Неверно, друид. Морен. Гвинблэйд. Мы начинали говорить о том, откуда берутся маленькие дриады, помнишь? Конечно. Я вижу, охотник вернулся. Волчья шкура, о которой я просила с тобой. Ты прошёл испытание и показал себя искусным охотником. Осталось ещё одно препятствие. Да. Ведьмаки бесплодны, а мы дриады. Не признаём совокупление, если целью не является продолжение рода. Совокупление может быть полезным даже и без продолжения рода. Как так? Объясни. Объясни. предлагаю на этом сегодня закончить. С дрядой мы еще разберемся. Заставим склонить ее на нашу сторону встать. Так, ну что, давайте на этом сегодня закончим. С дрядой, конечно, было прикольно. Так что всем фэр-фэр, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Пока-пока!